всем тихой ночи пора разбирать рестораны имброзы из вселенной сепи потому что за них было оставлено больше всего комментариев под прошлым видео с разборами а также потому что сами они себя не разберут зато приготовит и принесут на блюде много интересного так что для начала поглядим что сегодня в меню в 2018 году оперативники фонда сепи начали обнаруживать объекты изымать предметы получившие общее обозначение сепи 3464 это были булки чесночного хлеба с моцареллой который попадая в рестораны проявляли свое аномальное свойство заключавшееся в том что будучи порезанной булка отрастает до целой снова при этом в заведении пропадают органические остатки предназначенные на выброс поначалу эти предметы начали появляться в самых разных ресторанах и кафе потому и сепи начали следить за точками общественного питания получив доступ к сети видеонаблюдения одного из заведений агенты фонда увидели странную картину как внутри заходит два человека в капюшонах которые заказали блюда никогда не подававшиеся в этом ресторане на удивление посетители получили заказанное еда которая была подана им имела крайне странный вид вместе с ней был экземпляр сепи 34 64 после получения заказа странные гости ресторана вместо того чтобы есть начали проводить ритуал который привел к появлению монстра неизвестного вида кроме того сама булка начала быстро расти в ответ на это было отправлено мог дельта 13 вместе со специалистами по древним ритуалом которым удалось изгнать тварь а также захватить и допросить всех причастных появление гигантской булки и монстр посреди улицы было объяснено перформансом современных художников потому секретность не была нарушена а фонд в результате этой операции получил много новой информации в ходе допросов и дальнейшего расследования было выяснено что из сепи 34 64 был создан нидерландским поваром игноасом маркусом который увлекался демонологии и в какой-то момент познал тайны кухни ада адская кухня буквально наверное это какая-то отсылочка он стал шеф-поваром сети ресторанов имброуза которые поначалу открылись в различных аномальных измерениях типа трех портландов но затем начали появляться повсюду для взаимодействия с этой новой угрозой была сформирована отдельная мог под названием лямбда 14 обзорщики разгромщики или one star reviewers в оригинале то есть обзорщики ставящий одну звезду что отражено в их логотипе в эту мог входят 50 оперативных агентов также знатоки различных ритуалов и эксперты в области аномального искусства довольно необычный мог получилось это мог исследует различные заведения общественного питания где ищет следы аномальной активности работает и мог наверное меньше всего похожи на другие потому что в данном случае агент сепи просто ходит по подозрительным ресторанам включая заведение в иных реальностях внимательно изучает меню и время от времени захватывают самые разные предметы один из таких это и себе 4554 устройство похоже на кофейный автомат которая создает оранжевую светящуюся жидкость прямо из окружающего света и которая сама по себе является жидким светом ее в ресторанах имброуза подают в качестве самостоятельного напитка и добавляют в коктейли но иногда находки оказываются не такими светлыми во время одного из рейдов на связанные с имброузом заведения мог фонда захватил аномальные деревья главное свойство которых было в том что они состояли из человеческого мяса более того они были фактически людьми тела которых приняли форму деревьев и постоянно росли превращение людей в деревья кстати похоже в осипи не такая уж и редкость вот например в том объекте который был основан на крепепасте просвеченную бухту был такой мотив при помощи этих странных существ поставленных на содержание фондом как scp 4814 ресторан имброуза удовлетворял вкусы самых извращенных гурманов подавая к столу стейки странного мяса иногда работает и мог может быть довольно опасной в одном из рассказов повествуется о том как группа из четырех оперативников обнаружила ресторан в котором подавалось множество известных фонда scp объектов например scp 504 помидоры критики с медом из scp 1176 медового человека тот случай когда сложно сказать наперед кто кого съест гость ресторана блюда или наоборот это был первый случай когда данная мог понесла потери ведь помидоры критики это те еще твари активность мог лямбда 14 разумеется привлекла внимание руководство ресторанов и она пошло на контакт человек который представился как чес имброуз основатель сети ресторанов предложил командиру мог встретиться и обсудить отношения его организации с фондом scp чес рассказал что он назвал ресторана в честь себя они в честь того что амброзия это пища богов мифологии и что он такой не единственный кто познал тайны аномальной кулинарии есть и другие и что он даже готов помогать фонда ловить его конкурентов и предоставлять новые аномальные вещи в их коллекцию пользуясь советами чеса мог смогла прекратить деятельность сущности известны как и себе 55 59 забегаловки с фастфудом который необъяснимым образом появлялась и пропадала в разных точках америки и продавала закуски из других миров в общем небольшая история у ресторана взаимодействия с фондом scp но чем же так знаменитый ресторан имброуза прежде всего тем что готовит аномальное при этом она не всегда даже успевает отметиться в фонде например как-то раз общество уилсона по защите дикой природы обнаружила свинью которая могла проглотить бесконечное количество пищи защитники животных хотели отдать поросенка в добрые руки и такие нашлись однако этих добрых рук было свое представление о добре потому что в одном из ресторанов имброуза появились добрые закуски из свиньи с бесконечным желудком то же самое случилось и с сибирскими жар птицами ведь организация ожидаемо сотрудничает с мкид помогая тем проводить различные мероприятия подавая к столу стейки из анамирных чудовищ и разные съедобные себе объекта в то же время мкид поставляет имброуза многих существ для приготовления блюд тех же жар птиц которые стали очередным пунктом в меню этого заведения вообще меню разных ресторанов этой организации это главное с чего состоит сам хаб они хоть и различаются по дизайну но имеют похожую структуру в каждом краткое описание ресторана и того мира в котором он расположен доступные блюда обычно около десятка и под самим меню есть отзывы различных представителей аномального мира так что вы можете ознакомиться с ними прежде чем идти в тот или иной ресторан из этих меню мы можем узнать что в ресторане в вашингтоне можно заказать съедобную фигуру джорджа буша не отличимой от реального бывшего президента сша да еще и с танцующими куриными крылышками в лондонском отведать мясо василиска закусив его икрой кракена после чего на десерт получить блюда из мяса дракона не знал что они сладкие в сан-франциско можно заказать урабороса из моцареллы политого концентратом снов морских чудовищ также рестораны есть на филимпинах в трех портландах и вообще во многих параллельных мирах в том числе и в том где сарки цисты завоевали весь мир а еще в том где все существа стали бессмертными кстати о сарки цистах довольно странно что организация которые просто заведуют несколько необычными ресторанами дружат с сарки цистами теми ребятами которые враждебно почти ко всем в мире SCP и создают на досуге опасных и злобных монстров да и не просто дружат ресторан имброуза открыт прямо в пригороде столицы империи культа плоти появляется много вопросов так сказать ответы на них есть в хабе организации черной королевы которая известна тем что любит сопоставлять аномальные явления из разных миров из документов королевы мы можем узнать что чес имброуз является основателем межпространственной сети ресторанов только в одном конкретном мире из которого он пришел в три портланд в большинстве других миров в том числе в основной реальности SCP он носит совершенно иное имя его зовут корнифекс карл и он является одним из наиболее могущественных и страшных последователей сарки цистического культа чудовищным тауматургом пользующимися силами находящимися за пределами человеческого понимания по всей видимости чес имброуз и корнифекс карл как-то смогли познакомиться раз рестораны чеса появляются в реальностях наполненных сарки цистическими чудовищами сложно сказать зачем это сотрудничество корнифекс у зато чес имброуз похоже вполне им доволен ведь его блюда приправлены злой древней магии что определенно добавляет им пикантности и снова голосуем в комментариях а какой из организаций или может даже явлений из мира SCP поговорим в следующий раз за что будет больше комментариев то и будет всем пока